здравствуйте дорогие уважаемые друзья подводные охотники сегодня обзор фонаря мастерового немного ранее у меня был обзор фабричных фонарей армитек на этот раз я решил познакомить вас с мастеровым фонарем ранее я не пользовался такой продукции но в плане фонарей ружьями пользуюсь фонари впервые и вы знаете очень интересный интересный опыт получился у меня с этим фонарем знакомство я рад что именно с ним объясню почему дело в том что при плавании ночью с фонарем скажем так если вдруг он потухнет это не просто неприятно это небезопасно поэтому при выборе фонарей всегда нужно опираться какие-то грамотные честные обзоры выводы комментарии людей по этому поводу вот ну давайте перейдем фонарю это фонарь скобарь делает его псковский мастер олег дмитриев его можно найти в социальных сетях типа вконтакте или еще где-нибудь есть псковская группа по подводной охоте там тоже присутствует фонарь простой на первый взгляд насколько простой насколько и сложный ну я имею ввиду настолько и мощно интересно если сравнить его с magic 810 выглядит это все примерно вот так он немного толще немного короче много тяжелее и неспроста дело в том что он мощнее полтора раза в нем стоит 4 аккумулятора кассета четырьмя аккумуляторами соответственно светит он в раза два то и в три дольше на тех же мощностях включается выключается он поворотный вот этой частью сзади в тыловой части фонаря есть такая бубочка поворачивая ее включаем фонарь еще раз поворачивая появляется следующий режим мощнее то есть 30 50 70 100 процентов света и так далее кому как надо не скажу что это самый удобный переключатель вопросов с ним не возникает и все просто работает все просто включается на самом деле режимов у это фонаря очень много разбираться с ними и объяснять ему вам их не буду потому что пользуюсь сам простым режимом вот этим с тремя делениями света мощности света либо четырьмя вот значит отражатель отличный сборка хороший материал качественный это не простой металл он не ржавеет он приятный в руке очень мощный светодиод на две с полной тысячи лимит температура цвета выбирается это все обсуждается с мастером при заказе фонаря кому как надо у меня достаточно теплый свет почему потому что я сейчас его иногда использую еще в качестве света для видеосъемки под водой это не самый лучший вариант но как альтернатива или помощник вполне себе сгодится допустим и джеком снимать нельзя почему потому что у него едкий свет пучок очень сконцентрированный и мерцание при работе затвора в камере постоянно совпадает и это постоянно мерцание реально портит всю видеосъемку поэтому как нырять человеческому глазу хорошо он не замечает этой частоты мерцания при съемке то допустим вот этот фабричный уже не пойдет с этим можно работать отличный тест получился эту фонаря у меня ночью при съемке ролика черная вода с этим фонарем плавала анастасия с этим володе разница прекрасно видно я думаю вы видите замечаете как работают эти фонари у меня реально удивил понравился светили мы им очень долго так и не удалось его посадить то есть снимали мы этот ролик порядка там пяти шести часов под водой и все это время фонарь не выключался светила либо на средних режимах либо на максимуме magic сел уже примерно к середине может быть чуть дальше примерно концу съемок а этот светил и светит до сих пор я очень не заряжал далее хорошо потестировал я его днем и не раз но один раз он не выручил конкретно я охотился на озере охотился на трофейного карпа вода должна была быть чище чем я думал но оказалось очень мутной вот выручил фонарь и с помощью этого фонаря мне удалось найти все таки за пять часов охоты найти стоянку крупного карпа при не стоянку а место его прохождения там где он ходил и уже в лёжке я взял там хорошего карпа на 16 килограмм фух сделал пару дырков и понял что охотиться днем без фонаря здесь невозможно вот и получается палка на двух концах у нас его днем запретили но так как водоемов немного для подводной охоты ты находишь водоем разрешенный все прозрак какой какой есть но вода такая красная такая бурая какая-то что на дно ныряешь дальше четырех метров просто темнота вообще не видишь никуда куда падаешь просто везда поэтому беру щас фонарь положу большую камеру и только с гоупрох и с фонарем буду нырять кстати фонарь я новый мастеровой где его сделал олег из пскова фонарь скобарь называется мастеровой фонарь днем просто жизнь необходим и важен потому что все таки это наша жизнь рыба и я вообще не понимаю почему заплетели фонари днем это бред полный бред я вообще не понимаю кто кто стоит за этими постановлениями законами это люди некомпетентные в своем вопросе поэтому фонарь днем обязателен и он должен быть и глупо запрещать его ночью охота да это чистое браконьерство а днем фонарь обязательно все дорогие друзья беру фонарь и погнал искать трофей благодарность фонаря не скажу что другой отработал бы иначе но конкретно тогда у меня под рукой был этот фонарь и здесь есть отверстие была веревочка он затянут на руке и отлично отработал он но все 100 причем плавая и держа его в руке сильно не напрягал то есть воде вам как-то еще более легче удобнее единственное замечание по этому фонарю это то что в нем нет защиты от перегорания это переплюсовки то есть в нем кассета с аккумуляторами с одной стороны подписано плюс-минус если нечаянно поставить другой стороны то он однозначно испортится сгорит вот ну с иной стороны ничего сложного нет просто поставить аккуратно внимательно его плюсом контакту вовнутрь снаружи всегда минус получается все вот выводы какие фонарь отлично подойдет для фридайвинга для подводной охоты ночной хотя ее не одобряю просто если нужно светить где-то опять же хорошая альтернатива для подводной видео и фотосъемки если вдруг нужно вот он элементарно крепится можно замутить вот такой хомутик с кронштейном который на боксик и он будет светить вот так примерно здесь камера здесь боксик освещать небольшой аккуратненько включается просто светит очень долго и мощно видео съемки это очень важно отлично подойдет в дайвинге то есть неудобно будет работать тоже светить погружаться вот такой вот фонарь скобарь у мастера есть разные фонари не только этот то есть все при общении с ним стоит посмотреть подумать поглядеть его продукцию пообщаться у него есть фонари и тоньше и длиннее и короче то есть я так думаю под заказу может изготовить еще что-то фонарь действительно качественный поэтому рассмотреть такой вариант познакомьтесь с человеком а с вами прощаюсь до свидания удачи вам чистой воды крупной рыбы пока а